Я как раз вспоминал о вас, очень рад. Ну и кто же ваши очередные злодеи? Мы заблуждаемся с самого начала, комиссар. Уайты никогда не были Уайтами. Уайты на самом деле были не Уайты? Что вы несете, Макферсон? Руби и Риджис — не настоящие имена жертвы Зорфея. У меня есть обручальное кольцо, которое ясно указывает на то, что женщину звали Фей. Это ничего не доказывает Макферсон. Да, эти влюбленные все одинаковы. Фея, вы говорите? Фея, она и есть фея. Зачем все так усложнять? Подумаешь, колечко, моей милой феи с любовью. Вот письмо. Письмо за подписью Софии Блэйк подтверждает, что их наняли для совершения кражи. Письмо адресовано Фей и Джерому Джонсону, комиссар. Скоро, вы говорите? И что же они украли? В их номере ничего не было обнаружено. Более того, никто не обращался в полицию. Что вы на это скажете? Что вы на это скажете? Комиссар Лебрен, то, что я вам сейчас покажу, неопровержимо доказывает невиновность Элуэна Я нашел нож, которым были отрезаны головы жертв Орудие убийства должно представлять собой невероятно острый нож Хирургически острый Покажите мне, что вы нашли, Махфорзон Вот орудие убийства, в том виде, в котором я нашел его в доме Дальпена Большое спасибо, Махфорзон Дальпен, Дальпен мертв Судя по всему, мертв уже более недели Что вы мне тут рассказываете? Случись что-нибудь с месье Дальпеном, и головы полетят с плеч, я вас убираю Кажется, Дальпен умер своей смертью Ничего общего с прочими убийствами Во, взгляните сами, у меня есть фотография Даже если смерть месье Дальпена вызвана естественными причинами Это вовсе не доказывает невиновность Элуэна Махфорзон Скорее наоборот Дальпен мертв уже больше недели Значит, он не мог нанять Элуэна Вы понимаете, комиссар? Элуэн нанял кто-то другой Я полагаю, вы собираетесь сообщить мне, кто эта загадочная личность, месье Махфорзон Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот план, по которому действовали Уайты Остановиться в Париже под вымышленным именем Итан Выкрасть требуемый предмет Голову Бафомета Затем скрыться в Орфее под новым именем Уайт И передать объект заказчику Эта штука Голова Бафомета Какова ее стоимость? Я не уверен Сомневаюсь, что ее ценность можно выразить деньгами Значит так, Махфорзон Я проверю всю вашу информацию Откопаете что-нибудь еще, приходите Одна золотая, одна медная Одна из дома Дальпена, другая из дома Калфнера Две старинные монеты Вот доказательство причастности этих двоих людей к убийствам Никому не запрещено коллекционировать старинные монеты В любом случае, какое отношение ко всему этому имеет доктор Калфнер? Это уж слишком Вы никогда не признаете очевидное Вы не хуже меня знаете, что подобные монеты были найдены у всех жертв А откуда вы узнали о монетах? Что тут скажешь? Просто люди мне верят? Ваш офицер не смог устоять перед моим обаянием Он подкинул мне пару ценных сведений Ну, ПВ у меня получит Оставьте мне эти монеты Это вещественное доказательство Ваше обвинение в убийстве против Элоэна рассыпается, комиссар Лебрэм Убит другой человек Альбер Гюлло Его убили тем же способом, что и Уайтов, и Малле Другими словами, его сообщник все еще бродит на свободе Теперь вы можете начать искать истинные мотивы убийств Большое спасибо, Маркфорс Но комиссар, Элоэн и Гюлло никогда не встречались У него не было никакого мотива для убийства Элоэн совершенно не знал Уайтов Но тем не менее, они стали его жертвами Альберт Гюлло, скорее всего, тоже был для него опасным свидетелем Надеюсь, эти улики позволят установить невиновность Элоэна Я поговорю с Элоэном, а там посмотрим И если я правильно понял Уайты были не Уайты, а Итаны Которые на самом деле Джонсоны Пара мошенников-профессионалов Нанятых Софии Блейк На которую работаете и вы, мистер Макфорсон Чтобы выкрасть некую ценность у Дальпена Однако, судя по этому письму, господин Дальпен в настоящее время удерживает Софию Блейк в заложнице Тот самый Дальпен, которого мы видим мертвым на этих фотографиях Вы что-нибудь понимаете? То есть? Короче говоря, мы с вами немного повеседуем, чтобы привести эту историю в порядок с самого начала Доброн, вам не надоело убеждать всех верить в эту глупость? Доказательства здесь, на столе Месье, я вам советую вернуться к своим холстам И дать властям возможность сделать свое дело А теперь, если вы нас извините Могу и забрать свои документы Рассматривайте эти документы как факты, мистер Макфорсон А без фактов нет доказательств Да, это доказательство моей невиновности, Лебран Посмотрим, Элуэн, посмотрим До свидания, месье Макфорсон Бедняга Элуэн Я сделал для него все, что мог Теперь мне остается только моя совесть Я, мисс Блейк и моя совесть Я, мисс Блейк и моя совесть А вы знаете, месье Макферсон, что в Таро повешенного не предают смерти, а скорее сталкивают с его судьбой. В конце пути он может пересмотреть свою жизнь. Иногда человек проигрывает в памяти прошлое событие и обнаруживает, что был обманут, предан. Макферсон, помогите же Густав! Не давайте ему, он безумец! Этот болезненный удар, этот миг, когда наши убеждения, верования, наши пристрастия разбиваются в дребезги, когда мы понимаем, что все было ложью и обманом. Макферсон, помогите мне спуститься! Он убьет меня! Он убьет и вас! Как убил всех остальных! Кауфнер убил их всех! Он их всех! Под суд! Пусть судят всех, кто меня обманул, предал, ограбил! Как вы, Блейк! Как она обманула и предала! И вас тоже, Макферсон! Бафомет мой! Веками он принадлежал мне! В нем мое бессмертие! Верните мне голову, Макферсон! Или она услышит свой приговор перед судом божьим! Дальпен, вы стали преступником! А ведь у вас была возможность наслаждаться покоем вечно! Их смерть – лишь расплата за предательство! Кто осудит вас за все ваши преступления? Бог? А может быть, сам дьявол? Я сам себе судья! И никто, кроме меня! В тот самый миг, когда вы положите руку на свое сокровище, настанет конец всей истории! Я никогда не представлял правосудие! Я просто делал свою работу! Для нее и для вас! Хоть и против собственной воли! Забирайте голову Бафомета, раз вы ее так хотели! Правосудие грядет! И однажды вы за это заплатите! Хорошо, теперь голова у вас! Отпустите ее! Слабоумный идиот! Ты вправду думаешь, что я дам тебе уйти с моей тайной? Еще бы немножко и... Да, я у тебя в долгу! А, пустяки! Если бы не ты, я бы сейчас гнил в тюряге! Пошли! Угощу тебя чем-нибудь в аламбике! Но когда-то я отказывался от выпивки! К тому же, там работает одна прелестная девчонка! Осторожнее! Люди не всегда такие, как кажутся! Эй, а как же я? Нет! Я пришлю вам счет в ближайшее время! Полиция явится с минуты на минуту! Да Кауфнер был прав! Это действительно был Дальпен? Ну и какая разница, он теперь мертв! Если он и был бессмертен, он перестал им быть! Все же странно... Чего только люди не сделают ради власти! Да, есть люди, готовые на все ради власти и денег! Но не мы! КОНЕЦ КОНЕЦ